Еще у меня есть вот такая большая маска косметическая, шоколадница от Крымской Розы, для нормальной и жирной кожи. Я ее использовала летом, потому что она идет и для жирной кожи тоже. Так, что она обещает? Давайте я просто покажу поближе, чтобы мне тут... Вот тут и отшелушивает, очищает, снимает отечность. В общем, очень много всего она обещает. И улучшит цвет лица, и повысит упругость. Летом я ее пользовалась с удовольствием. Давайте я вам покажу ее внешний вид. Вот тут давишь-давишь и все боишься спецэффектов. Сейчас как выпрыгнет. Ладно, пинка камере дала. Я еще сейчас вас в маску одену. А что я ее давлю-то? Я ей вообще не пользовалась. А что я ее тогда показываю? Да. И вот такие оттенки. Через Фаберлик это уже не купить. Просто покажу. Я раньше думала, что голубой не может соответствовать. Вот мне кажется, как бы, лишним в этой палетке. Но на самом деле... На первый взгляд кажется, что... Максимка чихнула, и я не смогла снимать нормально. Но так смешно чихнул. Я теперь не смогу, Максимка, снимать дальше. Так как я... Так как я начала ролик с котиком... Так как я начала ролик с котиком... Кошек давай. Макс, мы уже что-то в час. Надеюсь, наши перлы вам понравились. На самом деле, очень много бывает в роликах смешных моментов. К сожалению, чаще лень бывает их сохранять. Удаляешь то, что не получилось. И начинаешь все делать по-новой. Хочу чуть-чуть объяснить. Потому что ситуация у меня оказалась с этой маской нелепая. На самом деле, я все лето использовала шоколадницу. Но это был скраб. А меня тут переклинило. Я тут начала хвастаться, что... Такая классная вещь. Так я ей рада. Так довольна. Так помогала. Она в итоге зафольгирована. А то можно подумать, что такая вруха сидит тут. Лапшу вешает людям на уши. Но это насчет вот этой вот маски. А вообще, если взять с Максом кусочек... Ну, как несколько дублей одинаковых. Настолько нас смех пробил. Дублей было штук 40. И в итоге, в последнем у нас уже все получилось. Мы начали говорить и в дверь постучали. Был вообще там такой смех, что нам пришлось несколько часов успокоиться и потом переснять этот ролик. Что еще? Бывают ситуации, когда... Все падает. Уже все там к концу снимаешь. И либо все продукты упали, либо камера куда-то пошатнулась. Или кот вообще что-нибудь вытворит. Ну, действительно, очень много нелепых ситуаций, но которые в итоге делают съемку длинной часами бывает. Снимаешь 15-минутный ролик. Ну, и сама готовишься, там место готовишь съемки. И блогеры знают, что это такое. Когда действительно 15 минут съемки уходит в часы. Ну, надеюсь, такие ляпы все-таки буду я и дальше сохранять. Хотя, жалко некоторые. Был у меня, например, случай, когда я на подоконнике рассказывала, показывала какие-то покупки. И так увлеченно говорю, говорю и смотрю, у меня так мошка, маленькая мошка ползет. И я рассказываю, пальцем ее убиваю и продолжаю говорить. Она у меня тут бедный труп на пальчике машется. Ну, потом-то было не смешно, когда до меня дошло, что я делаю. Но, тем не менее, бывают комичные ситуации. Ну, наверное, теперь-то я уже заканчиваю этот ролик. Хотя он такой и коротенький получится. Надеюсь, он поднимет вам настроение. Зарядит позитивом. И даже такие коротенькие труды, наши ляпы, они тоже окажутся не напрасны. И тоже принесут свою пользу как каналу, так и подписчикам. Всем спасибо за внимание. Всем до новых встреч. И всем пока.